Выбор шестиугольник устроен так, что его противоположные углы Докажите, что его противоположные стороны обязательно параллельны Давайте я нарисую картинку Если берешь две параллельные прямые и еще две параллельные прямые Как называется фигура, которая получается пересечения? Провела ли ты его равна противоположная глина? Да Отлично Здесь еще проводишь параллельные прямые Согласны, что тогда противоположные углы будет равны? Да Замечательно То есть если противоположные стороны попали параллельны То тогда противоположные углы равны Оказывается, что и наоборот Если у выпутлого шестиугольника противоположные углы равны То в таком случае противоположные стороны параллельны Нарисовываю шестиугольник противоположные углы которого равны, то есть не все равны, если бы все равны, то они были бы все по 120 градусов, а вот здесь так, противоположные углы равны, просят доказать, что в таком случае противоположные стороны обязательно параллельны. А если только дойдет для одной пары сторон, то будет? Ну конечно, если она будет, то есть любая. Почему это просто привести к перпендикулярной стороне? Провести перпендикуляр, конечно, нужно. Вопрос, почему перпендикуляр одной стороне будет перпендикулярным и другой тоже? А чего вам не нравится параллельна? Или то, что они не параллельны? Когда именно рассуждать-то надо именно на этой лице? Или доказывать, что они будут параллельны? Допустим, проведем лекарь религию. А почему они пройдут через одну точку? Потому что они не обязательно могут пройти. Если они параллельны, то пройдут через одну точку. Да, почему? Давайте разбираться. Давайте разбираться. Я рисую, я правил в голову. Правильно ли так? Правил в голову. Правильно ли? Пока параллельно? Да. Замечай. Теперь я здесь правил в голове. Там я дождался, когда он почти, почти, почти. И там правильно, нормально? Вот получился шестивый уголник. Хорошо, я соединяю вот так, как вы нарисовали, соединяю вот так, соединяю вот так. Неужели вы правда? Думаете, что это одна и та же точка? Смотрите, если я вот эти две точки чуть-чуть дальше продвину, то эта точка сдвинется. Если я их сюда ближе, то она наоборот сдвинется сюда. А это не обязательно пройти. Абсолютно не обязаны. Не важно, говорили или не говорили. Но вот так и так вот, да. Абсолютно не обязательно пройдет чьи-то. Запуск может быть что-нибудь. Дальше. Далее обозначим угол. У вас это уже есть. Хорошо, что дальше? Мысли можно сказать? Да. Соответственно, так как у нас одинаковый угол-турный да. Вертикальные углы да. Будет одинаковый что-то. Нерешимая задача, правда? Не решимая задача. Альфа, бета, гамма. Альфа, бета, гамма. Докажите, что если противоположные углы равны, то противоположные стороны пролезут. Это нужно сейчас сделать. Это очень легко, но это надо сделать. Слушайте, а как вообще узнать, когда есть две примеры, что они параллельны? Надо, чтобы текущие были соответствующие. Надо, чтобы что было? Соответственно, например, внутренние накраски лежащие углы равны. Чтобы вот эти углы были равны. Да, или соответственно. Или если углы, надо же. Вот этим давали сто восемь. Да? Да. Отлично. Вопрос. Если я беру какие-нибудь здесь две противоположные стороны. Ну, например, вот эту. Есть такая прямая? Да. Есть. Какая же прямая для нее будет противоположная? Вот эта, по-моему? Да. Замечательно. Вопрос. С какой прямой разумно смотреть такие углы здесь? Проходящие через точки. Ну, на самом деле, несколько. С этой, с этой, с этой, с этой, с любой. Ну, давайте, к примеру, с этой, хорошо? Да. А теперь смотрите. Вот этот угол альфа. Все в порядке. Если вы не сейчас посчитаете вот этот вот угол, ну, или этот, если вы вот, какое приятное вам тут считаете, через, естественно, по этой гаммы, то вам потребуется, чтобы сумма альфа и вот этого угла была бы 180, или чтобы альфа равнялся вот этому, как вам приятно. Смотрите. Сможете? Значит, получаем такую отдельную задачу. Это она сама по себе вполне фактично, наверное, имеет смысл. Представьте себе, что вот это бета, вот это гамма. Сколько? Не слышу. Как найти угол и угольника, если известны вот эти два угла? 180 минус в скобках 180 бета плюс 180, ага. Надо от 180, вы это правильно говорите, а менять вот эти два угла, так? А что это за угол? 180 минус бета и 180. И? 180 минус гамма. Ага. Это больше. Это больше. То есть гамма минус 180, да? Очень хорошо. Очень хорошо. Молодцы. Это бета плюс гамма минус 180. Давайте я сюда дышу. Бета плюс гамма минус 180. И значит, что должно быть, чтобы прямые были правильно? Вот этот угол в сумме с этим должен давать? 180. 180. 180. Итак, хочу, чтобы бета дали гамма минус 180 и плюс альфа дали б 180. Можно ли это как-то понятнее написать? Бета плюс альфа плюс альфа плюс альфа. Правильно. Я хочу, чтобы сумма этих двух углов равнялась 366. Мы знаем, что сумма углов шестиугольника 720 градусов следует... А при этом она равна, конечно, 2 альфа плюс 2 бета плюс 2 гамма. Значит, соответственно, альфа плюс бета плюс гамма минус 360. И мы решили эту задачу. Поняли? Итак, спасибо.